Приветствую вас на момент запиши ответа. У вас был всего лишь один комментарий от Смирнова Андрея, с которым я согласен в общем и целом, но хочу немножечко по-другому вам дать ответ на вопрос, который вы задаете. Ну, во-первых, вот общее впечатление о том, что вы спрашиваете, вот это общее впечатление о серии вопросов, которые вы задаете, где встретиться, как вы лучше сидите, кто должен выбрать место. Вопрос вам. А как вы хотите? Вот как вам хочется? Как хочет молодой человек? Смотрите, давайте так. Кто является инициатором встречи? Это вот первый, наверное, такой пояснительный вопрос. Вот в зависимости от того, кто является инициатором встречи, что ты должен выбирать. Так обычно всегда бывает. И если инициатор встречи молодой человек, то вы спрашиваете у него, где он хочет встретиться. И дайте ему понять, что вы будете рады любому его решению. Если инициатор встречи вы, то делайте выбор в пользу того места, где комфортнее вам, где спокойнее вам. Это то, что касается вопроса места встречи. Потому что, вообще-то говоря, мужчина чувствует себя мужчиной, когда он решает вопрос общий со своей любимой. Дальше. Что касается того, где кто сидит. Если разговор предстоит серьезнее, то лучше сидеть, конечно, напротив, потому что так вы видите человека и лучше с ним общаетесь. Рядом сидеть не так. Более интимно, более близко и серьезного разговора вести, когда люди сидят рядом, не получится. Это то, что касается вашего ответа на этот вопрос. Дальше. Вы говорите, что не хотите терять и хотите донести, что у вас обнали свои ошибки. В этом случае вам нужно вот, когда вы его выслушаете, когда вы начнете говорить сами, вам можно взять его за руку, сжать и сказать все, что вы хотите. Но, заметьте, сказать нужно то, что вы хотите один раз, а дальше дать понять, что вы будете не словом, а делом показывать мужчине, что вы осознали свои ошибки. Следующий момент, значит, вот вы пишете, что не хотите терять молодого человека, и возникает вопрос, почему? Были ли вы с собой в отношениях? Вели ли вы себя так, как, ну, как вам подсказывала ваша интуиция? Если нет, то почему и что мешало? Если да, то как именно происходило осознание ваших ошибок? То есть вы осознали ошибки для чего? Для того, чтобы мужчину удержать рядом. Если да, то почему? Или для того, чтобы самой личностно развиваться и расти? Очень важный вопрос. Дело в том, что если вы ошибки осознали для него, для мужчины, не для себя, то кто, как будет меняться ваше поведение, напрямую зависит от него самого, то есть от мужчины. Если мужчина будет, например, одобрять то, что вы делаете, то вы будете дальше свое поведение поддерживать. А если нет, то вы не будете этого делать. И отсюда не сложно догадаться, что при зависимости от реакции мужчины видно, что вы делаете какие-то вещи не для себя, а для него. И в каком случае могут быть проблемы. Проблема в вас, что вы будете больше говорить об этом меньше делать. И проблема у него, что он может не поверить вам или просто не одобрить того, что вы делаете. И здесь снова вопрос, а что вы будете делать, если он не одобрит? Вы перестанете следовать своему поведению? Или вы продолжите? Для чего вы хотите меняться? Для чего вы хотите делать какие-то вещи, которые не делали? Вот это тот вопрос, те вопросы, которые вам нужно для себя как минимум разобрать. Потому что пока не очень понятно вообще, для чего вы все это делаете. Вот, в принципе, так можно ответить на ваш вопрос. Пожалуй, последнее, что мне хочется сказать, это то, что важно понимать причину, по которой мужчина хочет с вами расстаться. Важно понимать, что заставляет мужчину так поступать. Важно понимать, счастлив ли он с вами или нет. Если счастлив с вами, то он бы не стал, если бы он был счастлив с вами, он бы не стал с вами расставаться. Так что он с вами не счастлив. И вопрос в том, будете ли вы, не ломая себя, не приносяя себя в жертву, дать ему то, что ему нужно для шерсти. А если нет, то готовы ли вы его отпустить? Тоже очень важный момент. Потому что, если вы не готовы его отпустить, значит, вы от него зависимых. И тогда эта зависимость мешает вам и строить отношения, и нормальную человеку выразиться. Соответственно, зависимость нужно убирать. Это работа. Вам решать, будете ли вы ее осуществлять или нет. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...